Представьтесь пожалуйста. Татьяна Юрьевна Телешова. Внучка, жена внука писателя Телешова, а он Телешов. Телешова. Это его портрет? Да, это его портрет. Написаны его женой, художницей Корзинкиной. Корзинкиной? Да, купцы Корзинкиной. На Москве были такие. То есть ваш дом похож на дом музея? Да, мы очень стараемся. То есть все его вещи, мебель, все сохранилось? Ну, что сохранилось, то мы бережем. Потому что выселяли, уплотняли, отбирали. Ну все как положено по нашей истории. Немножко сохранилось, чуть-чуть. Ну-ка, вот этот зал, вот здесь вы говорите, когда-то пел Шаляпин? Думаю, что и здесь тоже. Вообще это бывшая столовая. А гостиная у нас на чужой территории. Шаляпин был, Шаляпин пел, Шаляпин много бывал. Здесь в теле? Да, да, много бывал. Они дружили? Дружили семьями, да. Дружили не только мужчины, в принципе дружили, дети дружили. Так что... И это есть просто изустная молва или это есть какие-то свидетельства, книги? Нет, 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 есть сведения, есть, в книгах ссылки есть, письма, записки. Ну, просто о доме много заметок о нашем доме и там в том числе упоминается. Потом в записках писателей у Телешова написано, как, где и когда. Так что все абсолютно документально. Шаляпин, Рахманинов. Бывали тут, неоднократно. Артистам хат. Почти все. То есть это был один из культурных центров Москвы? Да, конечно. Вот здесь недалеко, буквально в 5-10 минутах ходьбы, в фонд Юргенсона расположен в доме, где когда-то работал Пушкин. Наверное, там тоже бывали... Я там, к сожалению, не бывала. Но там, наверняка, бывал Скрябин, бывал Чайковский. Наверное, и здесь Скрябин тоже бывал. Ну, по времени, по времени вполне возможно. Я на это никаких ссылок не видела. Я не читала. То есть это был один из культурных центров Москвы? В течение какого времени? Очень большого периода времени. Если здесь бывал Александр Николаевич Островский, основатель Малого театра, если здесь проводились музыкальные вечера, здесь Алексеев еще не Станиславский бывал, еще будучи юношей ставил здесь спектакли, то это на протяжении многих... То есть это были любительские спектакли? Это были любительские спектакли, которые ставил в том числе и Станиславский, в которых принимал он участие. Какие же это годы? Ну вот, пытаюсь считать. Пытаюсь считать, но многие десятилетия. Не, ну вот с какого года хотя бы? Вы меня озадачили. Вот сколько лет Малому театру? Давайте считать отсюда. Ну только считайте. Вот так надо считать. А я не помню, когда это 840 год. То есть еще до освобождения крестьянства здесь был культурный центр? Да, 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 там еще прикрепостный. Он пожар 812 года пережил? Нет. После 12-го года купили подвал, остаток. Остаток подвала покупают корзинки и начинают здесь строиться. Сначала выстраивают вот этот кубик, часть дома. Вот мы в самой старой части дома находимся. А потом уже достраивают, землю докупают и все это уже на протяжении следующих многих лет. То есть официально закончено строительство дома к 1867 году. То есть купец Корзинкин был не из крепостных, он был из дворян. Нет, нет, нет. У него жалованное дворянство за заслуги. Остались какие-то грамоты? Они из крестьян, и они, и Телешова, и Телешова из Владимирской кубернии. Боюсь соврать откуда. Потихонечку. И они породнелись. Да, да. Корзинки, Телешова, и это стало родовым. Да, как бы объединились те и другие культурные центры. И получился один большой. Культурный центр, да. Центр действительно культурный центр. Действительно, потому что... Именно отсюда зародился и Малый театр, и... Ну, не отсюда, но он как бы здесь по касательной прошел. Так же, как и МХАТ. И потом Телешов был первым директором музея МХАТ. Он был инициатором создания этого музея вообще. То есть музей, это... МХАТ, это... Десятый год. Это 910 год. А здесь и Станиславский здесь был, бывал прежде, и... А Малый театр просто намного раньше. Просто намного раньше. Вот они все. То есть не только Телешов и его жена, но и ее родители уже участвовали вот в этом культурном процессе, так сказать. То есть это два поколения. Два поколения сколько лет? Да, это вот именно центр старой Москвы, в котором зарождалось русское театральное искусство. Театральное, художественное, литературное. А с кем из писателей здесь Деляшов? Кто здесь бывал? Чехов бывал, Горький бывал. Здесь, именно в этом доме. Да, именно здесь, вот здесь. Бунин бывал, оба брата Бунина. Бунин-то? Да, Бунин. И с Буниным Телешов очень дружил, очень его опекал. Телешов опекал Бунина? Да, Ивана. И самая большая, по-моему, коллекция писем Бунина у вас. Ну, в частных руках, может быть, одну из самых больших. У вас есть письма Бунина не изданные? Нет, нет, все издано, все известно. Просто у вас подлинники? Все обработаны, просто они здесь живут. Они сюда написаны, они здесь живут. И они до сих пор у вас сохраняются? Да, и «Гранки темных аллей» с 47-го года. Возрешающе. С его рассказа тоже здесь. Ну, огромное вам спасибо, низкий поклон, за сохранение такого изумительного очага русской культуры. Надеюсь. Очень стараемся. Что это будет всегда. Ну, это так трудно. А это в какие годы писан портрет? Это примерно 897-й. Это незадолго до их свадьбы. Свадьба состоялась в 898-м году. И вот незадолго до их свадьбы. Невеста нарисовала жениха, написала. Невеста нарисовала жениха? Она художница, она ученица Поленова. Она закончила училище вояне изучества. То есть она настоящая художница. Она была очень дружна с Левитаном. Это последний дом, в котором Левитан бывал. У него рядышком мастерская. А здесь очень низкая крылечка. Всего одна ступенька. Ему было по силам сюда прийти. Так что вот до последней болезни он бывал именно здесь. Скажите, а телешоу наиболее значимые произведения изучаются где-то сейчас в школах? Ну, он считается писателем второго ряда. Так вот, если по науке. Но вообще-то сейчас в школьной программе есть его сказки. Рассказывай. Чуть-чуть, совсем немножко. Ну, уже. Ну, огромное вам спасибо. По новой программе. Всех вам благ.